Юной жительнице Нарьинмара, шестилетней Зое Поликарповой, требуется серьезная операция. У девочки обнаружено злокачественное новообразование костей черепа и лица. В нашей стране эта опухоль малоизучена, и опыт проведения данных операций отсутствует. Помочь Зое согласились израильские врачи. Рыжеволосая кудряшка с веснушками на щечках. В свои шесть лет увлекается творчеством, любит рисовать и лепить из глины. Мечтает о трехцветном котенке, которого непременно назовет бусей. Как и все выпускницы детских садов, маленькая Зоя должна готовиться к походу в первый класс. Выбирать рюкзак, примерять новые туфли и сарафан. Но у девочки на это пока нет времени. Неожиданно для нее самой, ее родители и врачи обнаружили редкую опухоль. В июне случилась травма. Мы попали в хирургическое отделение в нашей областной больнице. Там на втором день ей стало хуже. Начала тошнота, ну, тошниться, кружиться, голова, на правую сторону ее заносить сильно стала. И я настояла, чтобы сделали КТ. Ей врачи сделали КТ и обнаружили образование в основании затылка. Хотя удар приходился, ну, травма-то была на височную область справа. И после чего нас сразу же с Андрейсом на следующий день, 4 июня, отправили в Архангельск. В Архангельске сделали МРТ, все подтвердилось. В Архангельске мы еще находились 9 дней. Потом 14-го числа нам позвонили с Бурденко. Мы уехали в Москву, в Бурденко, и там нам уже поставили диагноз. Хотя был предварительный диагноз поставлен барину-нейрохирургом в Архангельске. Ну, что данное образование, вот он название сказал. И уже в Бурденко нам сказали, что нужно операцию в два этапа. Первый этап, они сказали, будут проводить в ЦИТО, устанавливать пластинку на основании черепа. Второй этап, потом через 12 дней, то есть ребенку было сделано два наркоза. Второй этап уже удаление самого образования в Бурденко. Нам назначили на 2 июля и отправили обратно домой, с Москвы. По словам врачей, такой случай бывает 1 на 10 миллионов. При этом у детей встречается только в 5% случаев. В России эта опухоль малоизучена. Врач, который готов был прооперировать Зою, ранее проводил всего 85 таких операций. И все они были сделаны взрослым. Из-за какой-то немножко неуверенности врача, у меня какое-то сомнение, чувство вообще, страха появилось. В итоге связалась клиника в Израиле. В Израиле нас убедили, что 90% они нам дают, что все будет хорошо. Хорошо. Посмотрела их статистику, что действительно детский нейрохирург, который занимается этими образованиями. Причем он сам этот нейрохирург, Амир Кишинович, с Северной Америки, приехал сюда. Вот и они нас пригласили. Пригласили, причем как бы экстренно, что мы должны приехать. Хотя в России сказали, что пока подумайте, потому что у ребенка нет никаких симптомов. Голова не кружится, под себя не пищит, руки-ноги не имеют. Ну, как бы есть время подумать. В Израиль мы приехали, нас сразу же в воскресенье обследовали полностью ребенка. Сказали, что нужно срочно убирать. Тем более, что когда нет симптомов, так легче, так проще. Чтобы оплатить дорогостоящую операцию, стоимость которой начинается от 70 тысяч долларов, семья Зоя взяла кредит, влезла в долги и выставила на продажу автомобили. Но и этого может оказаться недостаточно. Окончательная стоимость операции станет известна немного позднее. Кроме того, после лечения девочке потребуется реабилитация, а это дополнительные расходы. Они нам рекомендуют протоновую терапию. Здесь в Израиле людей отправляют в Швейцарию. Мы рассматриваем Санкт-Петербург, надеемся на квоту от округа, потому что протонная терапия на сегодняшний день самая дорогая, ну, из всех видов облучения. И дальше Зоечке придется носить корсет, ну, корсет, то есть галлоаппарат для фиксации шейного отдела на протяжении трех месяцев. Потом его нужно будет ехать снимать. Помочь семье Людмилы и Сергея Поликарповых собрать необходимую сумму денег для лечения и реабилитации маленькой Зои может каждый. Для этого достаточно сделать перевод на банковскую карту Людмилы или ее мамы, указав посильную для вас сумму денег. Эту информацию вы сейчас видите на своих экранах. Операцию Зоя израильские врачи проведут уже завтра.